Рынок вполне законно стоял, столько лет стояло, и налоги платили, как положено. Я не знаю, вот такие новости. Эти разговоры уже 10 лет я слышу, честно сказать. Я тоже в этом сфере работаю, деятельность у меня такая же торговая. Не знаю, что, администрация здесь находится, хотите, зайдите, поговорите. Ну, нам никто конкретно ничего не говорил, что будет с ним стиль. Нам еще не подписали этот генплан, только на предложение пивовариваем. И все, я вот читаю эту статью. Еще нет ни коня, ни ваза, а уже тут. Ну вот, смотри, вот сюда. Да не я читаю, вот посмотри, так как раз читаю эту статью. Ну вот, дали предложение в мэрию только. Власть с вами как-то общается, что-то предлагает взамен. Взамен вообще ничего не предлагается. Вообще. Мы надеемся, что все это останется. Мы желаем, чтобы это все осталось. Вот вы представляете, сколько здесь работает людей. Помимо того, что там и продавцы, и собственники, и арендаторы. У каждого есть семьи. Их нужно кормить. Их нужно как-то расти, учить, обучать. Сейчас же ничего бесплатного нет. Сейчас все платное. А куда им идти? Они говорят, что там есть куча помещений, которые сдаются в аренду. Посмотрите, какие там арендные цены. Там за квадратный метр по три, по три с половиной, по пять тысяч берут. Это только за аренду. А если, допустим, там сделать какую-то рекламу, так это еще дополнительно надо будет платить. А здесь как бы людей все устраивает. Если мы смотрим на железнодорожный вокзал, когда смотрим с левой стороны, у нас там старые здания, действительно, они там уже чуть ли не в аварийном состоянии, но это общежитие. И когда там людям реально с людьми поговорили и предложили нормальные квартиры, там, в общем-то, все согласны. Если мы эту зону снесем, мы расширим привокзальную площадь. Раньше, где у нас там было кольцо трамвая, но до еще, когда там было кольцо трамвая, в советское время, там была стоянка. Я сам лично приезжал на машине, проходил из вокзала, встречал гостей, садился и уезжал в Шмоленский район. Если мы сейчас как бы вот эту вот всю систему восстановим, во-первых, площадь освободится для общественного транспорта. Весь личный транспорт можно будет на эту стоянку как бы загнать, потому что все рядом, и вокзал, и перрон прямо все. Стоянки выходят сразу на перрон. И я считаю, что в принципе с нашей привокзальной площадью уже давно надо было как бы заняться, в том числе и расширение. Может быть, кому-то это больно будет, кто-то будет это не воспринимать. Но делать надо, потому что проект нового вокзала я посмотрел. Ну, мы, по сути, восстанавливаем тот вокзал, который был до этого. У нас был красивый фасад. Я думаю, если мы все восстановим, то вообще будет прелестно. И город, и площадь заиграют совершенно по-другому. Я боюсь, как бы это не привело к строительству просто каких-то торговых центров. Один торговый центр снесли, другой торговый центр поставили. Поэтому надо в первую очередь смотреть, что предлагают. Потом, я думаю, будет что обсуждать. Однозначно нужен диалог. Нужно понимать, что хотят люди, а это все-таки их дома. И лишать людей дома просто решением какого-то чиновника считают совершенно неправильным. Дело в том, что, как бы мы ни хотели, у нас рядом с железнодорожным вокзалом должно быть место, куда могут подъехать на автотранспорте и на общественном транспорте пассажиры, высадиться спокойно. И спокойно, по ровной, по возможности местности, не пересеченной, дойти до своего вагона. У нас исторически, как он... Эта площадь, она недостаточная для современного железнодорожного вокзала. То есть мало там парковок? Люди вынуждены, люди вынуждены останавливаться за квартал, за два, с детьми, с чемоданами, значит, тащиться до вокзала, по бордюрам, значит, и так далее, и тому подобное. Если возникнет вопрос, что оставить, зеленую зону, которая там сейчас есть, или сделать хорошую парковку для удобной высадки пассажиров, то я проголосую за парковку. И уже несколько лет назад стрелка у нас здесь работала, я предложение вносил, чтобы вот не... Вот этот вот, по большому счету, небольшой, где местные жители особо и не гуляют, пустой скверик, значит, ну, как украшение, значит, был, а чтобы была парковка. Вот, если это направлено на то, чтобы все сделать для удобства пассажиров, то я двумя руками за. Вот торговые точки, которые там находятся, их тоже, скорее всего, будут сносить? Вообще-то, вообще-то, ну, смотря какие торговые точки, если это ларьки, значит, это пережитки, пережитки, так сказать, прошлого, в том числе и этот рынок, то, ну, неуместно явно, ну, явно неуместно, но еще, ведь история создания этого рынка, появления этого рынка, это было кольцо трамвая 15, вместо общего пользования. Вдруг, как-то, вот, неожиданно, на месте трамвайных линий и трамвайной остановки появился рынок. Ну, у нас и так там всего много. Это вот, как, знаете, были в свое время камиллажеры, которые ветеранам нашим, значит, пытались различные новшества китайские продать, да? Это и утек, это и молоток, это и фонарик, это и зажигалка одновременно. Вот у нас вокруг железнодорожного вокзала и немного парка, и немного рынка, да? И немного вот этих вот ларечков, там, и натыканок, все это в хаотичном порядке. В результате главную свою функцию железнодорожный вокзал нормально выполнять не может, потому что нет возможности подъехать, нет возможности нормально отъехать. Ну, и самый острый, наверное, момент в этой истории, это возможность сноса домов жилых, которые тут... Как работать с жителями? Как работать? Тщательно, бережно, уговаривая, убеждая. Ну, вот у нас, у меня в округе в этом году такой этап прошел, тяжелый, это я имею в виду предмостовая площадь или славянская площадь, другому. Надо такие предлагать условия, на которые бы люди пошли добровольно и с удовольствием. Ну, то есть, не сумму, которая в обрез на то, чтобы купить за пределами города Саратова или в окраинных районах неблагоустроенных, сумма, чтобы была, а чтобы этих денег хватало на нормальное, достойное жилье в центре города. Например, они в центре живут, ну, и, соответственно, наркотят жить в центре. Но только таким образом. А то, что, возможно, понадобится и вот этот снос, очевидно.